Самым резонансным вопросом очередного заседания Горсовета стало школьное питание. Из-за напряженного бюджета город больше не может позволить себе стопроцентную оплату завтраков для начальной школы и вынужден пойти на непопулярное решение. Власти Владимира предложили кормить бесплатно только детей-льготников, а остальным родителям оплачивать половину стоимости завтрака или обеда. Такая система уже давно работает во многих городах Владимирской области и соседних регионах. Среди детей, которые могут рассчитывать на бесплатное питание в школе, несколько категорий. Учащихся первых-четвертых классов из малообеспеченных семей, многодетных семей всех категорий вне зависимости от малообеспеченности, детей-инвалидов, детей-родителей-инвалидов, а также детей, которые попадают в нас в трудную жизненную ситуацию. Все остальные учащиеся первых-четвертых классов будут получать компенсацию оплаты завтрака либо обеда по выбору родителя в сумме 20 рублей в день. С предложением городской администрации не согласились коммунисты. Представители КПРФ в Горсовете настаивали на сохранение нынешней системы финансирования школьного питания. Сокращение бесплатного питания влечет за собой сокращение пребывания детей в школах продленного дня. Данная ситуация ведет к нарушению прав ребенка и ухудшает положение и отрицательно сказывается как на успеваемости, так и на жизни и здоровье наших детей. В знак протеста депутаты от КПРФ отказались голосовать по всем вопросам повестки дня и покинули зал заседаний Горсовета. И поэтому не услышали объяснений городской администрации и мнения депутатского корпуса по вопросу школьного питания. На эти цели запланировано больше 111 миллионов рублей. Причем с января 2019 года за учеников начальной школы, которые не будут питаться в столовой, родители смогут получать компенсацию 20 рублей в день. А льготникам, посещающим продленку, город оплатит и завтрак, и обед. Грядущие изменения депутаты уже обсудили с родителями на общешкольных собраниях. Никакой социальной напряженности на собраниях не было. Единственное, хотелось бы, чтобы все-таки директора школ и управления образования действительно донесли всю эту огромную работу, которая проведена. Родители слышали это. Те, у кого была напряженность, вот именно что и многодетные семьи, они услышали, что они как получали, так и будут получать льготу. Пока вот на сегодняшний день это все проходило гладко, все проходило спокойно, и родители с пониманием относятся к тому, что у нас бюджет вот такой напряженный. Считаю, что то, что сделана администрация в тех рамках льгот, которые предоставлены по этому вопросу, я считаю, что вот в полном объеме обеспечили именно социальную защищенность тех категорий, которые имеют право на это. Еще в новом году в области начнет работать новая система вывоза мусора. Отвечать за нее будет региональный оператор, который сейчас заключает договоры с мусоровывозящими компаниями. Во время переходного периода, который начнется как раз в новогодние праздники, администрация Владимира намерена усилить контроль за чистотой контейнерных площадок в областном центре. Мы будем настроены, а, с 1 января мониторить, б, с 1 января выведем все наши служебную технику, которые только есть, для того, чтобы помочь справиться, если будет такая необходимость. Ну, потому что я прежде всего считаю, что тут вот в данном случае, независимо от того, какая это, чья это прерогатива, это прежде всего жители, прежде всего их отдых и экологическая безопасность.